Музыка Всем большой привет из Израиля Эта дорога ведет в сторону Яфы А вот и интересный ее кусочек Три старых сикаморы Которые многое здесь повидали И продолжают смотреть на происходящее С высоты своего возраста Такое разнообразие вокруг То старые развалюхи То суперсовременные здания А разве может быть иначе? Ведь жизнь идет не останавливаясь Люди уходят Здания остаются и трехлеют Что-то обновили Что-то снесли И построили новое А что-то так и стоит И продолжает трехлеет Всему свое время ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот мы уже у часовой площади города Яфа Но сегодня нам не сюда Мы поворачиваем В сторону Тель-Авива Редактор субтитров А.Семкин Ну и конечно Нам нужна парковка А она есть Прямо возле нужного нам места И по отличной цене Сегодня мы впервые побываем На старой железнодорожной станции Можно сказать Музее под открытым небом Прямо на стыке Молодого Тель-Авива Которому всего-то 115 лет И древнего Яфа История которого Исчисляется тысячелетиями В 2000 году Начался проект В котором из зданий Старой станции Железной дороги Создает культурное пространство Для отдыха Где проходят концерты И мероприятия Для взрослых и детей Где можно посидеть В кафе и ресторанах Что-нибудь купить В магазинчиках Сразу напротив входа В комплекс Видим здание вокзала Которое сейчас Старично реставрируется Видим невероятно Огромного кота И вот такой вагончик Заглядывали вы В окно вагончика 19 века Сейчас заглянем Возможно вагончик Ждет еще одного Этапа реставрации На первом этапе Он был коричневый Потом красный А теперь Вот такого цвета Итак, возможно Этот вагончик Был вагончиком Первого класса Для випперсон И в нем даже были Отдельное купе Для жен Богатых мусульман Потому что Нечего глазеть На мусульманскую жену На мусульманскую женщину Были вагоны Более низкого Класса второго Там просто стояли Отдельные скамейки И пожалуйста Поезжайте Но Вагоны второго класса Были не совсем удобные И даже в путеводителях Того времени писали Будете ехать на поезде Не стоит пользоваться Вагоном второго класса Раз уж вы приехали На святую землю Будьте добры Заплатить за Более Дорогой билет К пассажирским вагонам Присоединялся И вагон товарный Парк Как мы увидели Еще далек от идеала Не все работы По реставрации Завершены Но все же здорово Что участок Десятилетиями Находившийся в разрухе Приводят порядок Несколько бывших складов Рядом со зданием вокзала Отреставрированы И несут уже другое назначение Само центральное здание вокзала Железнодорожного Яфы Находится в стадии реставрации Мы очень надеемся Что скоро она будет открыта И вы видите Вот эти кованые столбы Красивые, замечательные Металлическая Вот такая вот Пергола Как бы крыши Входа центрального Я все же осмелилась Пробраться за ограждение Вот смотрите Субтитры создавал DimaTorzok Моя любовь Старые деревья Посмотрите какой большой эвкалипт Как покрутило его Ветрами Совсем здесь рядом Море Мы в общем-то у моря Посмотрите какое дерево Пахнет Очень здорово пахнет эвкалиптом Здесь тоже А дальше еще один вагончик Пройдем к нему В этом вагоне Можно совершить путешествие в прошлое При помощи современных средств Это и 3D видео И особое освещение И звук Сегодня у нас не было этой возможности Вагончик закрыт Не знаем по какой причине Вообще это место конечно потрясающее Здесь можно прямо окунуться в 19 век что ли Посмотрите на эти здания Здесь все 22 здания Которые реставрировали И это вот старая железнодорожная станция Яфа Иерусалим Отсюда отправлялись Поезда в Иерусалим Ну и соответственно с Иерусалима обратно Каждый день Два рейса туда и назад Пройдя чуть дальше Мы увидели современное использование площадей старой застройки Вот здесь например проходил международный фестиваль пива Находясь вот в такой локации Широкую колею кстати сделали уже англичане Немножко позже Невольно попадаешь как путешествие во времени В 19 век И действительно ощущаешься в атмосферу Вот этих старых фотографий Когда ты видишь путешествие Изъяв Иерусалим Люди приезжали в святую землю Все увидеть своими глазами Тогда не было никакого Ни интернета Не было никаких вот этих современных автобусов И передвигались Зачастую вот этим по тем временам удобным способом До появления поездов Паломникам, прибывавшим морем в святую землю Приходилось добираться в Иерусалим на дилижансах Дорога занимала почти двое суток С ночлегом в постоялых дворах Дороги могли случиться неприятности Грабители например Колеса дилижансов ломались Застревали И пассажирам, хочешь не хочешь Приходилось самим толкать Это неудобное средство передвижения Конечно, появление железнодорожной ветки Стало серьезным прорывом будущего Ближе к концу османского владычества Когда дорога начала наконец приносить прибыль Пришла Первая мировая война В Первую мировую турки часть путей Разобрали для военных нужд И при подходе британских войск Взорвали мосты Англичане дорогу восстановили Расширили ее до европейских стандартов И такие вагоны, как этот Ходили в период британского мандата Не правда ли я стильно смотрюсь На фоне вот этой двери 19-го, начала 20-го веков Таких дверей в старом Яфа очень много Терра, стрисов и различных элементов Былого, которое вписали реставраторы Сохранив это чудо Смотрите, какие шикарные двери Сохранились Меня, как всегда, манят деревья Вашу больше интересуют транспортные средства Еще мы обратили внимание Словесина Вот такое одноместное транспортное средство Работающее на аккумуляторной батарее Удивительный руль в нем Как джойстик в компьютерных играх Такую диковинку можно увидеть На старой железнодорожной станции Впервые такое вижу Очень интересное Даже телега-электромобиль Это вилла Уга Виланда Немца-темплера Владельца завода строительных материалов Заводик и его магазин тут же В нескольких метрах Уга принадлежал к мессианскому движению Темплеров Поселившихся в земле Израиля С целью пропагандировать приход мессии Он приобрел эту землю И построил на ней свой дом И фабрику Виланд По производству расписной плитки И элементов для бетонных конструкций Первый этаж дома построен в 1902 году Второй через 4 года Здесь Уга жил со своей женой И 10 детьми Здание построено в европейском стиле Темплеров С использованием продукции И его же фабрики Семья Виланда жила в доме До середины 30-х годов 20-го века Различные здания вокруг Служебные постройки фабрики Некоторых из них Можно обнаружить следы прошлого Фрески, цистерны с водой, камин И тут мой взгляд упал Вернее поднялся На вот это чудо Еще одна любовь Это просто какой-то невероятный кактус Посмотрите, на нем есть даже цветы Один расцветает Шестиугольный Раз, два, три, четыре, пять Пятиугольный ствол Даже с какими-то такими кнопочками Честно говоря, я впервые вижу такой кактус Интересно, сколько ему лет Какое-то потрясающее какое-то растение Удивительное С подобным растением Мы встречались на кладбище Кенерат На берегу одноименного озера Или Галилейского моря Правда, размеры кактусов Кажется, были скромнее В здании бывшего магазина стройматериалов Сейчас магазин сох Не удержалась от соблазна Снять это видео Одним глазком посмотрим на магазинчик в здании фабрики А это, ну вы сами поняли Это то, с чем пришлось работать реставратором Старые веные бочки Куда бы вы их ни поставили И чем бы их ни наполнили Создают особую атмосферу В комплексе старой станции железнодорожной Создана абсолютная аутентичность И как вы думаете, откуда вот эти бочки? Эти бочки С нашей любимой, с Ларисой, винодельней Которой мы делали репортаж Ромата Гулан Экеф Ромата Гулан То есть с голландских высот Знаменитая винодельня голландских высот По-видимому, привезли их оттуда С голландских высот сюда Мы видим также здесь Аутентичность, совершенно Похожую по стилю 19-го или начала 20-го века Полы, напольное пространство, плитку Вероятно, принеслись других интерьеров Перенесли Элемент такой декоративной реставрации Реконструкции и так далее Все это воплотилось в живой мысли Архитекторов, восстанавливающих этот объект И я считаю, это очень красиво по дизайну Продолжая До ресторана Вики Кристина Казалось бы, вот такое бунгало живое Огромный столетний фикус Органично вписался в дизайн Совершенно неожиданные конструкции Которые служат практически столами Мы уже в сюжете отеля Вики Рассказывали об этом месте Как вкусно мы здесь покушали Оно открывается по вечерам Очень замечательный ресторан Еще одно гигантское дерево Несколько метров от такого же гигантского фикуса Это Сикамора И усевшись на современной скамейке Под старым деревом Уместно на несколько минут погрузиться в историю Впервые о железной дороге Из Яфа в Иерусалим Заговорил Моисей Монтефьори Английский лорд Еврей Который проживал в Англии Очень известная личность Филантроп Он побывал на Святой Земле 7 раз И впервые в 1838 году И хотел тоже продвинуть идею Было бы здорово Из Яфа Проложить железнодорожный путь в Иерусалим И в 1856 году Он даже подписал с правительством Османской империи Договор о создании железнодорожной линии Но повышенный интерес европейских стран к проекту Вызвал тревогу у руководителей Османской империи Нелегко оказалось продвинуть это дело Потом решили вдруг Что ага Сейчас вот наводнят европейцы Святую землю Начнут скупать земли И так далее и тому подобное И турецкий султан просто наложил Можно сказать вето на это строительство На самом деле построил железную дорогу Еврей Иерусалимский Коренной житель Иерусалима Из очень известного сефардского рода Который проживал вообще на святой земле Здесь с конца 17 столетия Иосиф Навон Небедный человек Коммерсант И ему опять-таки пришла в голову идея Соединить Иерусалим и Яфа С железной дорогой Почему собственно говоря Иерусалим и Яфа Да потому что в Яфа приходили корабли Которые привозили и туристов И паломников и товары И все что хотите И естественно это мог бы быть серьезным проектом Коммерческим проектом Это был непростой человек Он был известен в Стамбуле Он поехал в Стамбул В течение четырех лет Добивался и таки добился разрешения На строительство железной дороги Но разрешение есть Нужны средства Кстати он немало средств потратил на то Чтобы добиться этих разрешений Есть даже сумма такая в пять тысяч лиры Ему приходилось то там то сям давать взятки турецким чиновникам Разрешение получено Но деньги-то большие И еще четыре года ушло на то Чтобы найти инвесторов Которые будут вкладываться в это дело А какие же это были годы А это был конец девятнадцатого столетия 1888-89 год Когда уже в принципе и разрешение было получено И деньги были собраны И вот в 1890 году Естественно при стечении народа Соответственно были приглашены почетные гости Состоялась закладка железной дороги Иерусалим-Яфа Или Яфа-Иерусалим Соответственно мусульманские молитвы были произнесены Была сотворена жертва Жертву принесли овцу И кровью ее полили Место закладки железной дороги Также были угощения Было очень много лимонада Раздавали сигареты Конфеты, кофе В общем все было очень празднично И торжественно Собственно как и полагается Для такого знаменательного Можно сказать события И в 1892 году То есть через два года Достаточно быстро Несмотря на всевозможные проволочки Несмотря на то, что была эпидемия И многие строители железной дороги заболели Все-таки за два года Было построено 87 километров железной дороги 150 мостов И в общем-то железная дорога проходила В ущелье Сарек Там довольно-таки немало источников воды Потому что для паровоза Конечно же нужна была вода И опять торжество Прибыл иерусалимский паша Опять была принесена жертва Уже три барана и не одна овца А в Иерусалиме поезд уже ждали Поезд шел впервые Три с половиной часа Из Яфа в Иерусалим В Иерусалиме состоялась торжественная встреча Как бы В Иерусалиме не так много было Подобных торжеств Поэтому было стечение Можно сказать многотысячное стечение народа Вот кого там только не было Ну и безусловно почетные гости Ожидали прибытия поезда И конечно же торжественный обед на 200 персон Как писали в русской газете Нева Представляете даже в России писали о том Что на святой земле открыта железнодорожная ветвь Из Яфа в Иерусалим Получается то, что не удалось английскому барону Еврею Мозесу Монтефиоре Через несколько десятилетий Воплотил еще один еврей Сефардского происхождения Коммерсант, потомственный иерусалимец Подданный Османской империи Йосеф Навон Йосеф Навон стал кавалером Ордена Французского легиона И кавалером Османского ордена Меджидия За заслуги в строительстве железной дороги Турецкий султан Абдулхамид II Пожаловал Навону титул бей А еще один еврей Из белорусского местечка Элеезер Бен Иуда Создатель современного иврита Придумал и ввел в обиход новое слово С тех пор поезд на иврите называют Ракерит Эта железнодорожная станция действовала до 1948 года Позади меня мы видим совершенно урбанистическом стиле Современную конструкцию Казалось бы, что это такое? А это современный легкий трамвай Тель-Авива и Гуждан Гуждан это окрестности Тель-Авива И как бы архитекторы, создатели этого места Сделали соединение Как путешествие во времени Старой железнодорожной станции И современного легкого поезда Который курсирует между Тель-Авивом И его окрестностями В платформе спускается лифт и эскалатор Иерусалимский легкорельсовый транспорт Вам уже знаком Тель-Авивский метротрамвай Показываем впервые Строили первую красную линию Протяженностью 24 километра Очень долго, 8 лет С задержкой более чем на 2 десятилетия С момента первоначального планирования Проект обошелся в 2 раза более Предполагаемой суммы А именно без малого 19 миллиардов шекелей В августе исполнился год Со дня открытия линии Статистика неутешительна Пользователей 2 раза меньше, чем предполагалось Критики в адрес проекта Хоть отбавляй Но принято надеяться на лучшее С надеждой на лучшее Направляемся к выходу из парка Вот это эксклюзив Так и напрашивается в кадр Паша хочет показать мне недавно обнаруженную им спортивную площадку Она тут же рядом с парком и парковкой Договор Он мне показывает площадку Я снимаю видео Паша в главной роли Как-то находясь в Тель-Авиве Я совершенно случайно обнаружил Вот такой замечательный зал Тренажерный Вот под открытым буквально небом И мне очень понравилось здесь заниматься Вот, например, такие вот Можно упражнения делать Раз, два, три, четыре Допустим, ты оказался здесь Волею судьбы Пошел на море Позанимался Или позанимался Пошел на море И так далее Потом можешь перейти К другому аппарату Смотрите Очень бодрит Создает хорошее настроение Оп Есть такой вот замечательный аппарат Посмотрите О, хорошо, Лариса Нравится На определенную группу мышц Работает Можно побегать Смотрите, какая хорошая прессия Походите вот так Особенно мне нравится вот этот тренажер Посмотрите Развивает ноги Всем привет из Израиля Который уже год отстаивает свои права На существование Мы успешно уничтожаем наших врагов И ждем скорейшей победы Народ Израиля жив Нашим зрителям доброго здоровья Благополучия И мирного неба С любовью из Израиля Павел и Лариса Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok